С господством рашистов в воздухе уже не сложилось и они сами это признали тактикой его применения. Теперь самолеты и вертолеты противника стараются работать или с подконтрольной им территории, или у самой линии фронта. Как пишут сами военные в своих пабликах, все это потому, что потери авиации слишком высоки и пилоты стараются держаться линии фронта, чтобы иметь возможность дотянуть до своих. В случае поражения их пепелаться средствами ПВО ВСУ. В таком случае пилоты хоть не попадут в руки местных жителей, которых они бомбили, а те гарантированно не знают содержание Женевской конвенции, которая регулирует то, что можно делать с военнопленными, а чего нельзя. Поэтому они вряд ли станут себя сдерживать в выражениях своих эмоций. И что характерно, большую часть потерь летательных аппаратов противника дают самолеты и вертолеты, которые по их легендам являются максимально защищенными от средств ПВО, или почти неуязвимы. Речь идет о летающих танках, самолете Су-25 и вертолете К-52. В последние дни указанные вертолеты ликвидируются просто гроздьями и пачками, часть из них уже полыхает и взрывается на дальних аэродромах, которые до недавнего времени там считались тыловыми и безопасными. Теперь выясняется, что там все горит с не меньшим успехом, чем у самой линии фронта. Причем уже появились кадры того, чем это достигается. С господством в море тоже все сложилось не так, как они себе предполагали перед началом широкомасштабного вторжения. Говорят, что на месте погружения прошлого флагмана флота оккупанты установили памятный буй с названием бывшего крейсера и надписью «Ты туда не ходи, ты туда ходи», а сверху стрелки, указывающие, куда нельзя ходить, красного цвета и куда можно, зеленого. Говорят, что странным образом стрелка зеленого цвета слетела с одного из креплений и теперь она показывает строго вниз. Ну а после события, получившего название «Севастопольский погром», разговоры на эту тему полностью прекратились. А кроме того, пишут о том, что сегодня на ЮБК были нанесены какие-то удары, и чтобы Севастополь не грустил от отсутствия внимания, то залетело что-то и туда. В общем, это логично, поскольку если ты пытаешься рассказать о том, что будешь за что-то там мстить, то ты должен быть готовым к тому, что в эту игру можно играть и вдвоем. Там должны привыкать к новой реальности и понимать, что освобождение от русского мира неизбежно, а все эти светошумовые эффекты являют собой своеобразную увертюру для данного процесса. И как тут обойтись без еще одной темы, разошедшейся по всем СМИ? Как мы помним, вчера фюрер издал громкий звук, которым он сказал о выходе из зерновой сделки, после чего ему было сказано «Вася, можешь выходить и идти, куда захочешь». Но за этим заявлением была угроза вывести свой флот на перехват каравана. Только вот этот флот как раз и был испорчен на выходных, и выводить фюрер мог только коричневые пятна на кальсонах. А караван уже у Босфора, несмотря на грозный флот, которым еще вчера пытался размахивать Путин. Так что с господством на море тоже как-то не получилось. Тем более, что штаты подтянули один авианосец в Средиземное море, явно намекая на возможную утилизацию флотской группировки орков, которая болтается у берегов Сирии, а второй уже прибыл в одну из баз королевского ВМФ Британии, с намеком на то же самое для Балтийского и Северного флота. Намек этот настолько толстый, что не заметить его может только тот, у кого возникла невыносимая резь в глазах, вызванная содержимым чемоданчика. Ну а с господством на суше у них получается все более мрачно. Просто за последние три дня только убиенными враг потерял 450+, 950+, 650 тушек. А между прочим, это уже сопоставимо с мощностью предприятия, которое Остап Ибрагимович Бендер назвал как собственное мясохладобойня. Очевидно, что это уже какие-то промышленные масштабы утилизации поголовья оккупантов, и уже одно только это говорит о многом. Ну а если учесть, что ежедневно на вторчермет отправляется до 20 танков противника и примерно столько же другой бронированной техники, то с господством на суше тоже не задалось. В ежедневном публичном отчете британской разведки говорится о том, что на юге Херсонской области рашисты утратили преимущество в артиллерии. Понятно, что считать можно как угодно. По количеству стволов или установок, по объему выстреливаемых боеприпасов за единицу времени, но в конце концов, все это делается с одной целью – поразить военную силу противника. Сначала наша артиллерия догнала, а потом и опередила своих оппонентов. А теперь количество выстрелов остается не за противником. А мы же помним, что в начале агрессор имел подавляющее преимущество в артиллерии, что и позволяло ему добиваться некоторых успехов. Теперь нет и этого. Если вести речь о преимуществе в ракетных ударах, то безусловно ВСУ имеют намного меньше возможности именно в плане дальних ударов. Зато расстояние до 100 километров уже освоено нашей реактивной артиллерией, которая наносит оркам ущерб, невиданный со времен Второй мировой войны. А дальние вылазки оказываются настолько разгромными, что об этом могут подробно рассказать моряки с крейсера, летчики из Новофедоровки или бычки, которые плавали под Крымским мостом в момент его праздничной иллюминации. Но почти всегда остается за кадром война информационная, а вернее эффективность сторон в этой драке. Сами критерии оценки здесь очень условны и в общем даже приблизиться к объективности просто невозможно, потому что все будет строиться на ощущениях. Тем не менее противник сам дал повод полагать, что он признает свое, если не поражение, то отставание от Украины. Дело в том, что наши военные и вообще наши граждане выгружают в сеть килотонны информации в виде текстов, аудио и видео. Причем часть из этого берется у противника в виде перехвата разговоров по телефону или смурные обиженки мобилизованных, которые рассказывают о тяготах и лишениях. И вот по линии комиссаров и политруков по войскам пошли указания там, чтобы военные под запись звонили домой и рассказывали героические истории с фронта. Даны шаблоны, которые можно использовать с этой целью. Например, перекликаясь с историей о трехстах спартанцев, там предлагается рассказывать о том, что 300 чмобиков сдерживают 12 тысяч нацистов в ВСУ. Это еще не 28 панфиловцев, которые уничтожили 50 вражеских танков, но все же. Между прочим, очень скоро стало известно, что никакого эпичного боя десятков танков с 28 панфиловцами, вооруженными гранатами и нецензурной бронью не было в природе. Этот эпизод был выдуман от начала и до конца и потом тиражировался как образец ратного подвига. Между прочим, эту карту разыграли слишком рано и надо было бы ее придержать до лета 43-го года. В самом деле, надо было потерпеть до описания великого танкового сражения под Прохоровкой, чтобы придать именно этой истории героический блеск. Так, по данным военного историка Карл Хайнца Фризера, в этом сражении участвовало 186 немецких и 672 советских танков. И хотя немецким войскам не удалось взять станцию Прохоровка, потери Красной Армии были очень ощутимы. Она потеряла 235 танков, а немцы меньше десятка. Вот тут бы и понадобились панфиловцы. 10 танков, не 50, и в такое можно было бы как-то поверить. Но пропаганда имеет свой темп, а поэтому тогда такая история была нужна по зарез, как и сказка про Матроскина, который заслонил с собой амбразуру. Правда, в отличие от панфиловцев, которые никогда не делали того, что было потом расписано, Матроскин таки существовал. Но, как было установлено экспериментально, никак не мог погасить пулеметную точку своим телом по целому ряду причин. Первая из них состоит в том, что упади он на пулемет, его бензопила Гитлера просто разрезала бы на куски, которые осталось бы просто толкнуть стволом, чтобы не мешали. Плюс к тому, нашлись свидетели, которые рассказали, что никакой это был не подвиг, а просто неосторожность бойца. Таких примеров можно приводить великое множество, и все они окажутся полностью или частично сфальсифицированными, что вызывает вопрос о том, зачем все это делалось. А ответ довольно прост. Если рассказывать все, как было, то пришлось бы ставить к стенке массу командного состава, включая маршала Победы и товарища Сталина. Поэтому включилась пропаганда, которая стала генерировать вот такие новости с фронта, пропитанные героизмом. И по этой же причине сами фронтовики почти ничего не рассказывали о своем боевом опыте, потому что он абсолютно не совпадал с тем, что было известно публике. Начни они рассказывать правду, их бы повязали и отправили в лагеря по политическим статьям. Так что лучше было помолчать и горько поулыбаться, когда начинались рассказы подобной дурости. Проще говоря, пропаганде не было нужды выискивать какие-то реальные случаи, потому что они могли слепить подобную новость на ровном месте, дорисовав что-то к мелкому и серому эпизоду. Им надо было выдавать продукцию так, как это заказали партия и правительство. И ни влево, ни вправо. Лучше сразу выдумать целостный сюжет, чем погружаться в реальные истории, потому что кто-то начнет копать и раскопает правду, а чистую ложь, как ни копай, ничего крамольного там не найдешь. А в итоге быдло хлопает глазами и говорит «Ну и что, что вы думали? Зато красиво! И в то время это было необходимо!» Мне такое лично приходилось выслушивать именно по поводу фейков панфиловцев. И вот сейчас вражеская пропаганда опять принялась за старое и запустила генератор случайных героев и героических историй. Просто сейчас к этому вопросу отнеслись более обстоятельно и разработали шаблоны, чтобы или ограничить слишком буйную фантазию, или дать каркас тому, у кого с фантазией вообще никак. И кроме как «Ура!» у него ничего не выходит. В свою очередь, это говорит о многом, в том числе и о том, что дела идут все хуже и приходится заниматься легендой прикрытия. Общий каркас этого прикрытия уже создан и публике он заходит. В Москве овощи хлопают ресницами и рассказывают о том, что их чмобьё в Украине воюет с НАТОЙ, и там кругом негры с польской и литовской речью и другие НАТОЙ. Но это общие фоны, впереди должны быть мелкие детали, которые сейчас и будут плодить эти деятели. В общем, наступило время стряхивать нафталин как с панфиловцев, так и с матроскиных. Время пришло! Субтитры создавал DimaTorzok